Всем известна полезность употребления в рационе человека рыбы и рыбной продукции, которые богаты содержанием минеральных элементов, среди которых преобладает фосфор, кальций, калий, натрий, магний, сера. Но это не все элементы, а также железо, медь, марганец, кобальт, цинк, йод, бром, фтор и другие элементы, имеющие важное значение для организма человека. Ну, трудно оспорить полезность рыбы в рационе питания, но в Азербайджане употребление рыбы на порядок меньше рекомендованных норм. При этом спрос на нее и ее продукцию покрывается в основном за счет ее импорта. Складывающиеся ситуации в стране с потреблением рыбы и возможности наращивания местного производства этого продукта разбиралась наша коллега Нигяр Рахманова. Здравствуй, Нигяр. Ну что ж, расскажи, все-таки с чем связан такой рост цен на любимую всеми нами рыбу? Здравствуйте, коллеги. Потребление и полезность рыбы над мясом очевидно. Витамин А содержится во много раз больше, чем в других продуктах. В мясе рыб содержится комплекс витаминов группы В, В1, В2, В6, В12, витамины А, Ш, В, П, П. Азербайджанская столица расположилась на берегу Каспийского моря. В стране достаточно рек, которые могут покрыть потребности населения в рыбе и рыбной продукции. Но хищнический улов рыбы на Каспии привел к истощению рыбных запасов. И, к примеру, даже на улов осетровых рыб наложен запрет. В связи с этим, неудивительно, что в основном на рынке рыбы и рыбной продукции преобладает импорт. По данным Государственного доможенного комитета Азербайджана, импорт рыбы и рыбной продукции по итогам января-марта 2021 года составил свыше 7 миллионов 800 тысяч долларов, что почти в 18 раз больше по сравнению с экспортом. Импорт рыбы и рыбной продукции в Азербайджан растет. И по сравнению с первым кварталом 2020 года за аналогичный период текущего года вырос почти на 50%. В зависимости от импорта рыбы и рыбной продукции оказывается и на росте цен на данную продукцию. По данным Государственного комитета по статистике, цена на рыбу и рыбную продукцию в марте 2021 года в среднем выросла на 4,5%. По сравнению с мартом 2020 года, решить вопрос с обеспечением рыбной и рыбной продукции и стабилизировать цены на них можно за счет искусственного выращивания данного ценного продукта питания для потребителей. В соответствии с минимальной потребительской корзиной, ежегодная норма потребления рыбы и рыбопродуктов составляет для взрослого человека 7,7 кг в год. По словам директора Центра исследований биологических ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, доктора биологических наук профессора Мехмана Ахундова, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, потребление рыбной продукции в стране составляет на одного человека в среднем 2,5 кг. Всего в стране аквакультуры занято около 600 рыбных хозяйств, общее производство в год которых составляет около 5000 тонн рыбы. Из них 3800 тонн карпы, 300 тонн осетровой и 900 тонн форель. Таким образом, производство аквакультуры в год на душу населения по килограмм, то есть около 20% от общего потребления рыбной продукции. Таким образом, около 80% потребления рыбной продукции приходится на импорт. Впрочем, ситуация кардинально может измениться к 2025-2030 годам. В результате развития аквакультуры индустриального типа ожидается значительное увеличение производства рыбной продукции. Карповые виды рыб почти в 10 раз, то есть до 40 тысяч тонн. Осетровые виды рыб в более 10-10 раз, то есть до 5000 тонн мяса. И лососевые виды рыб почти в 30 раз, то есть до 30 тысяч тонн мяса. Таким образом, потенциал производства аквакультуры в год может составить 75 тысяч тонн рыбной продукции, то есть 7,5 кг на душу населения. Таким образом, коллеги, столь резкое увеличение рыбной продукции позволит добавить в рацион азербайджанцев рыбной продукции, богатой минералами и витаминами. Спасибо, мы уже успели полюбить эту рыбу. Благодарю за подробную информацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова